Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о своих покупочках. Их было не то чтобы много, но кое-что есть. Это все декоративная косметика. И начну я со средств для ногтей. И первое, что я вам покажу, это вот такой вот набор лаков от L'Etoile. Набор лаков для ногтей с эффектом растрескивания. Номер 106. Черный лак. Основа. Наносится, ждется 4 минуты, сохнет. Затем именно вот этот вот лак коричневый, который растрескивается, наносится толстым слоем 30 секунд. И сверху закрепитель дает глянцевый эффект и закрепляет. Значит, что хочу сказать. Черный лак классный. Черный лак классный. Он, чем мне очень нравится, он матовый. Очень необычно смотрится. Здоровский лак достаточно долго держится. Ну, как, дней 4, наверное. Вот этот вот лак, который растрескивается, он просто отвратительный. У меня ничего не получилось. У меня все, конечно, растрескалось. Но получается такое, такие очень большие бугры на ногтях. А если делалось более тонким слоем, то все очень некрасиво. Ну, в общем, ерунда. Наносишь толстым слоем, получается на ногтях такие вот прям огромные бугры. Мне это очень сильно не нравится. Какой-то он, не знаю даже, как объяснить, он какой-то мягкий, что ли. У меня есть другой лак, растрескивающийся, по-моему, от Орли. А, нет, Дэнс Легенд. Он наносится, да, толстым слоем, но он ровно ложится, и растрескивание получается очень красивое, не бугристое. Здесь вот именно огромные какие-то бугры. В общем, он я не пользуюсь. Ну, и вот этот лак-закрепитель, он делает вот этот вот черный лак глянцевым, очень блестящим. Как закрепитель работает он так себе, он больше именно вот работает на глянец. Но мне черный лак больше нравится носить без всего, без любого закрепителя, без вот этого глянца. Просто как матовые черные ногти мне очень нравятся. Дальше средства для снятия лака. Это вот такие вот салфеточки. Не знаю, что за фирма, какая-то неизвестная. Вот так вот, в общем, они выглядят. Легко и быстро удаляют лак, питая и увлажняя ногтевую пластину и кутикулу. Да, лак они удаляют действительно легко и быстро. Пахнут очень приятно. Ацетоном не пахнут вообще, нисколько. Такие достаточно тоненькие пластиночки, сейчас вам покажу. Вот такие вот пластиночки. Тонюсенькие, тоньше, чем ватный диск. Очень хорошо удаляют лак, блестящий лак в том числе. Единственное, они очень сильно пропитанные. То есть на ногтях потом вот прямо стекает с них эта жидкость, и надо после этого промокать их обычной сухой салфеткой. Вот это мне не очень нравится. Но сейчас они у меня немножко полежали. То есть упаковка, она все равно не герметичная. Мне кажется, должно было немножко выветриться, должна была вот эта вот жидкость. И надо попробовать. Сейчас, возможно, стало лучше. Но сразу после того, как вы их купили, вот достаете. Просто невозможно очень сильно пропитанные. Так, в принципе, как салфеточки классные, очень удобные с собой, куда-то в поездке. Очень классно они возятся вот с этими бутылочками и удаляют лак действительно лучше, чем жидкость. Следующее средство для ногтей, это вот такое вот масло для кутикулы от Селли Хэнса с зеленым чаем. У него вот такая вот на длинной ножке кисточка. Очень классное средство. После того, как вы подрезаете заусенчики кутикулу, я смазываю им саму кутикулу и ногти. И немножко массирую в ногти. Очень классное средство. Все ранки тут же заживляют. Кутикула становится ровная, красивая, ноготочки гладенькие. Очень мне нравится, очень классное средство. И если, например, бывает с щипчиками слишком сильно раните кожу, то заживляет. Вообще просто, ну, несколько часов и все, ранки уже буквально нет. Очень классная штучка. Кроме того, удобно очень, что у него длинная такая ножка. Гораздо удобнее, чем вот у меня было масло. Ну, вот в такой же бутылочке, как обычный лак. А на длинной ножке гораздо удобнее все-таки. Так что вообще очень довольна этой покупочкой. Так, теперь переходим к губам. У меня было две покупки губные. Это два вот таких вот блеска. Один блеск от L'Etoile. Лежит он на кассе. Вот такой вот. Очень вкусно пахнет. Персиковый. Он, знаете, он пахнет жвачкой. Вот раньше была жвачка La Fisse, Bombi Bomb. Вот девчонки, кому вот сейчас в районе там 23-27 лет, они меня поймут. Вот просто вообще какой-то безумный запах. Очень классный. Сам бальзам тоже хороший. Он очень хорошо увлажняет губы. Он очень долго держится. То есть вот это вот увлажнение, оно не жирное. И оно не впитывается как-то так, что потом губы опять становятся сухие. То есть он наносится, и он как бы на поверхности губ, он остается. Очень хорошо увлажняет. Я им пользуюсь по утрам. Классная штучка. Ну и запах с утра меня просто заряжает. Такими эмоциями классными. И второй бальзамчик от Nivea. Жемчужное сияние. Это такой нежно-нежно-розовый бальзам. То есть он действительно придает такое жемчужное сияние. Сейчас я вам попробую показать. Вот посмотрите, такое очень-очень красивое нежное сияние. Вот такой вот бальзамчик. Очень приятный на губах. Очень хорошо увлажняет губы. То есть это такое вот на лето. Губы не трескаются, не шелушатся. Они увлажненные. И в то же время есть какой-то цвет небольшой на губах. Очень красиво смотрится. Так, следующая покупочка. Теперь мы переходим к глазам. Купила я очень давно, мечтала купить тени Флормар. Искала, искала везде. Ну, нигде не могла найти. Ни в Ревгоше, ни в Латуале. Марка Флормар не представлена. Нашла в торговом центре. То есть стоял именно такой вот, как стеклянный павильончик на проходе в торговом центре с косметикой Флормар. Я купила вот такие вот тени. Троечку теней. Такие вот. Это запеченные тени. Номер 06. Вообще, очень классные тени. Сначала они мне не понравились. Не понравились тем, что они как-то слабо пигментированы. Ну, как-то непонятно наносятся. Сейчас я наоборот распробовала. То есть я их наношу более... Основной цвет на все подвижное веко я наношу более плотной кистью. Тогда он наносится отлично, очень хорошо. Цвет в складочку. И выделяю уголок наоборот пушистой кистью, легкими движениями. Тоже получается очень классный, такая легкая дымка. Ну и цвета. Вот такие вот цвета. Вот этот вот цвет я наношу на все подвижное веко. Вот этот в складочку и во внешний уголочек. Вот этим цветом я пользуюсь очень-очень редко. Он делает мои глаза какими-то красными, заплаканными. Как-то некрасиво смотрится на моих глазах. Иногда бывает пользуюсь, но крайне редко. Но вот эти вот два цвета просто обалденные. Они шиммерные, они с блестками. Вот так вот переносится. То есть, в принципе, вы видите, пигментация как раз-таки достаточно хорошая. Но я использовала неправильную кисть. То есть, я пыталась вот этот вот цвет основной наносить на все подвижное веко пушистой кистью от Sigma E35. Не получается, очень приходится долго возюкать, долго это наносить. А если возьмете какую-то кисть поплотнее, побольше набранную именно для нанесения основного цвета, то вообще все получается очень здорово, очень классно. Вот, девчонки, это все мои покупки. А, нет, не все, забыла. Самое главное. Вот такая вот тушь от Max Factor. Взяла ее, потому что в Рев Гоши она у нас продавалась со скидкой. К ней шла такая косметичка в подарок. Я ее сейчас не взяла с собой, не буду вам показывать. Но тушь вот эта, меня просто, я не ожидала от нее такого. Это коричневая тушь с силиконовой щеточкой. Щеточка очень мягкая. Она делает ресницы просто какими-то нереальными. Она их разделяет, она их очень классно удлиняет. И в то же время она придает объем. У меня тоже, кстати, вам не показывала еще одна новая тушь от L'Oreal. Вот этот миллион ресниц. Вот она, да, она удлиняет, она немножко подкручивает ресницы, но ресниц нет на лице. То есть они длинные, но их нет. Объема от нее вообще ноль. Вот эта вот она очень классно удлиняет, и она придает в то же время объем. Несмотря на то, что она коричневая, она очень яркая, очень насыщенный цвет. Очень здорово смотрится на ресничках. Ну, кстати, вот сейчас она у меня на ресницах, если вам будет видно. Не знаю, будет видно или нет. В общем, очень я довольна этой тушью. Не ожидала. Очень-очень приятное открытие для меня. Называется Lush Extension Effect. Вот, девчонки, теперь это все мои покупки. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте мне в комментариях какие-то свои мысли, чем вы пользовались, какие у вас впечатления. Ну и всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Девчонки, ну и, в общем, хочу вам показать эту косметичку, не косметичку, которая шла в подарок к туши Max Factor. Я, если честно, сначала думала, что это кошелек. Здесь логотипчик, вот такой вот тоненький, удобный. Думаю, о, классно. На самом деле, очень была удивлена, когда пришла домой. Вот так вот он открывается, и вот что здесь внутри. На самом деле, ничего не понятно, что это такое. То есть, здесь есть два кармашка, то нет, ну, такие неглубокие, вот с полпальцем. Два кармашка, и вот это вот я вообще, я не могу даже придумать, для чего это можно использовать. Здесь вот по две штучки, с дырочками с какими-то маленькими, здесь то же самое, но без дырочек. Не знаю вообще, что это такое, как это можно использовать. То ли какая-то косметичка, не косметичка, для кистей, вроде не для кистей. В общем, я не могу понять, как это нужно использовать. Девчонки, пожалуйста, если вы знаете, что это такое, если у вас есть какие-то мысли, идеи на этот счет, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, потому что хочется пользоваться этой штукой, но я не понимаю, что это. Все, девчонки, всем спасибо за помощь, жду очень ваших комментариев. Всем пока!